Есть ПЧ. К вопросу об акциях, родителях, арестах и так далее. Меня много спрашивали о том, как же я съездил в Европейский суд по правам человека. Туда я съездил хорошо. Там решался главный вопрос. Признавать ли аресты на митингах, которым я был подвергнут, там было несколько арестов и задержаний, семь эпизодов в пяти делах. Признавать ли их политическими? То есть сами по себе эти дела я уже выиграл. Но я и мои адвокаты, которым спасибо большое. По всем этим делам будет выплачена компенсация. То есть они признаны, пресловутые эти самые 10 тысяч евро за каждый арест. Было уже признано, что эти аресты незаконные. Значит, Навальный был незаконно задержан. Для нас сейчас очень важно, чтобы суд официально признал, что это было сделано по политическим мотивам. Это, несмотря на то, что каждому, кто здесь сидит в России, очевидно, что такое происходит по политическим мотивам, еще не было признано судом. И Европейский суд, он крайне неохотно относится к идеям о том, что признать то или иное дело политическим. Последний раз российское дело было признано политическим. И признали так называемую 18-ю статью, когда было дело Гусинского. То есть это аж 2003 год. То есть много-много лет назад, с того момента, ни по одному делу 18-я статья не была признана. И идет большая дискуссия в европейском суде на тему, можно это сделать или нельзя. И я был на заседании так называемой Большой Палаты. Это довольно редкое событие для страны. Россия за 20 лет в ЕСПЧ 20 раз участвовала в Большой Палате. И вот сейчас одно из таких заседаний. Там много судей, очень торжественно, очень интересно. Довольно стрессово, там нужно готовиться. Мне было, конечно, очень интересно там оказаться. Мне 41 год, я юрист, но это был один из немногих раз, когда я оказался в настоящем честном суде. То есть я в суде постоянно, в разных качествах. И в качестве обвиняемого, и в качестве защитника, и в качестве свидетеля. Много-много-много раз я был. Но в честном суде я оказался вот один из первых разов в своей жизни. И это, конечно, производит большое впечатление. Когда на самом деле все зависит от тебя, от твоей позиции, от твоих защитников, от того, насколько правильно вы все построили. Судьи в самом деле, которым никто не может позвонить по телефону. Такая очень торжественная процедура. Конечно, это очень-очень интересно. К сожалению, решение будет еще не скоро. Меня все спрашивают, ну а что, вот уже заседание-то прошло, а где решение? Тебе уже бумаги-то на руки выдали. Значит, если это случится через 9 месяцев, это будет очень быстро. Поэтому мы примерно прикидываем, что это будет не меньше, никак не меньше года. Мы надеемся выиграть. Российская Федерация очень отчаянно сопротивляется и занимает очень агрессивную позицию. Вот их представитель, который говорил, что я человек, который любит, что его арестовывают, он прямо доказывал, как все прекрасно у нас с митингами. Да им все время все разрешают. Они сами отказываются все делать. И у нас все очень хорошо, все очень либерально. И любые желающие имеют право проводить свои митинги. И прям вот они с таким даже не юридическим, а политическим подходом вот эту свою наглую пропаганду, вот и в европейском суде тоже вещают. Посмотрим, чем это закончится. Но мы, конечно, надеемся выиграть, а считаем, что закон на нашей стороне. Это будет очень важно для всех последующих дел. Если мы придем к тому, что европейский суд впервые за много-много лет вновь признает 18-ю статью, наверное, и по другим аналогичным делам она будет дальше признаваться.